всем привет дамы и господа ставим лайки не забываем подписываемся поддерживаем меня комментами я собираю на квартиру донат благодарю всех за каждую копейку карта в описании всем спасибо чайок лимон мед имбирь и как всегда наши шедевры почти бесплатные за 20 гривников вот такая вкуснятина куриные спинки помыла пошмалила помыла лучок чесночок купила специальные это томатная паста с травой для пиццы со специями там она с базиликом влила сюда не знаю сколько грамм 100 потом взяла вино савиньон сюда же и все протушила вот и все все проблемы можно употреблять слушайте смотрела только что этого пришло мне савелия у мамы магазин шикарный мамы магазин мне нравится там у него всякие тарелочки горшочки цветочки копилочки общем такая требуха интересная может конечно сугубо женский вариант постарше значит а мне его футболки трусы не это принес маме 15 трусов трусы какие-то праздничные разноцветные говорит купила моя зрительница за 50 евро тебе трусы а мама говорит я хотела у тебя их купить типа для себя в общем зрительница дала 50 евро чтоб маме подарил трусы мама загребла все в кулек 15 трусов артеж своей шоун футболки штаны попродавал куртки но он уже бушная и такие вещи которые очень быстро изнашиваются смысла покупать за такие деньги ну еще что две тысячи футболку то ее поносил уже за 500 рублей я считаю что ее не возьмешь за 50 рублей да ну за 500 нет ну побрали люди я знаю и трусы старые свои он попродавал там тоже все фирменные какие-то говорит они свободненькие свободненькие да там ляжки растянулись а и стринги в жопу все застряет и тоже там по 200 рублей соли за 200 рублей можно новое купить не обязательно фирменные но качество хорошее будет что-то гудит небе я как сяду возле окна с миской так все черти такое как вертолет можем мотоцикл ну короче считают гроши 20 тысяч на торговали ну как бы если он говорит же по ценам там полторы тысячи продаю за 800 за тысячу да она дешевле ну не все вещи можно брать за такую цену за такую цену и не знаю может еще тарелки они не так пользуются а трусы майки смысл уж они стоили 500 а ты продаешь за 200 за 200 нет 50 рублей им цена и да это штурсы бушные они есть бушные ему копейки цена ну неважно люди взяли все шел дома мы же гроши посчитали 20000 мама ожила расставила все свои эти кастрюли тарелки цацки магазин работает начал он складывать давай в мыску и как же они вот это любят все ругаться это это же у них такой конек канала и тут откуда ни возьмись его боженька наказывает гребан эти тарелки гроб и от нас рук выскочила эта тарелка и на его драгоценный сервиз и разбила на жаль они там плакать ой 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 гроши да давай давай скажем шоу посылки разбилась а мама кажется как же ты снимаешь говорит он то я тебя проверяю ну короче охали ахали а тарелки побились а ну потаскал нам что-то отправлять не есть люди любители вот этого старья я не любитель такого там реально делать эти сервизы что действительно не пользоваться то еще можно ну сейчас она не знаю это в отдельных регионах у нас она не идет на нашей стороне нет там где-то в селе может тут это де обряды они вот это на западной а здесь на русской стороне она эти тарелки не не ценятся сейчас тарелок малом наоборот каждой по одной брать интересно все время новая свежая стакан раньше мода было брать по 6 по 12 а кто и сейчас берет а я раньше не брала вот я не такая как все я не брала 12 думаю зачем оно мне надо у меня было максимум четыре а потом пошла мода вот эти стаканы французские они вообще были упакованы по три штуки да больше правильно а мне было три штуки идеально как раз на землю три штуки уже перестали обращать внимание парное не парное а потом помните пошли вот эти цветы китайские у них вообще мода парные цветы что я помню покупала в запорожце у нас магазин был запорожец сувениры там были хозяйственные сувениры и это хотела цветы взять они спарные крутуюся кручусь а потом как-то перестали обращать внимание но я не люблю искусственные цветы в доме я только настоящая я и мамки на кладбище носила только такие настоящие цветы в общем кино семейка адамсов потеряли эдиком эдик куда-то спрятался эдика нет потеряли у мамы там запах не знаю на на три жизни что-то так много на 20 рублей моих спинок судя или не поем буду есть их три дня вот это вот как рашлык они хорошие а варить вот эту сав курицу варить тоже не годится ее варить а мой плохой нам а нужны настоящая кормленная всякой чепухой набралась а савелия столько новостей что голова кругом идет думать это и тут сказал это забывается посмотрел вылетела следующие следующие осмотрела за ростом на дону архитектура как у нас на анголин к такой старый городок или улочку он показывал какой-то там дом 1896 год 700 96 ворота а потом смотрела с мариуполь смотрю тоже там тем я одна показывает говорит далее уже у них газ в некоторых районах сестры уже дали вчера а нам обещают завтра говорит свет есть вода есть но может не у всех но на этом районе есть показывала дом где были наши вот эти же отряды дом целый огромное такое здание какое-то забором загороженное все целое все это говорит что там долго были годы базировать все вокруг горела это а это здание целое соус вкусный получился вино и вот это итальянская приправка с пастой хорошая что я еще смотрела он пока веселиться верит а вон такой рады меня зрители любят любят вот не все меня ненавидят побил тарелки лежал рядом русский блокнот он его совсем дуришь выронул подъезд а вот эти шо с мариуполя показывают что очень размародеренная ну и он дает понять что размародер или свои знаете я тоже я очень обратила внимание сейчас мебельные магазины и хозяйственные они очень забиты товаров разнобойным товаром откуда этот товар уже этих фабрик нету этих моделей нету а сейчас сколько всего в магазинах вы пойдите посмотрите я хотела купить вот это же всю эту табуретку хожу смотрю а потом мне просто стало страшно неприятно я думаю что-то странно наполненные магазины таким разнобоем откуда это все не знаю у меня такие нехорошие мысли закрадывают вот едят глаза полная сковородка я уже зря за две спинки больше не хочу а думала кто совсем все вот это самый классный вариант это семечки вот это на дело и все ты наелся и ничего больше не захочешь на бочу ника большинка хочет на работу не куда его поставить я на большом стиле поэтому борщик не влазит кадр да а а Хорошая, я уже наелась. Как бы и костей море, но и удовольствия море. Райское наслаждение. Ставим лайки, подписываемся, комментарии пишем. И не забываем в описании карта, каждой копейке буду благодарна. Собираю на квартиру. Кто может поддержать, пожалуйста. Так, я наелась. А потом мне еще писали этот самый. За салат. Что положите картошку, того, того, того. Не, это дорого. Так я съела это по очереди. Потом то, потом то. Картошку я могу жидкую пюрешку сделать. И я ее могу есть с удовольствием. Потом в этот салат можно ж яйцо, яблочко, картошечка, вот это ж рыбная консерва. Но это дорого, это большой расход, я все попользую. Не, надо по очереди. В этот, что я еще хотела? Что мне еще там советовали? А, говорили, дети, дети. Нет, дети у меня хорошие, работают. Ну, дело в том, что они платят аренду квартиры. Очень дорогая аренда. И очень хозяева сейчас обнаглели. Все поломанное, все грязное, все сам драйв, все это, такие бешеные деньги, это просто нереально платить. Вот я реально задумалась, что надо что-то делать, надо покупать квартиру, потому что это невозможно так. Дяде, отдаешь деньги ни за что, если бы они хоть предоставили тебе что-то, условия какие-то, пришел, все в порядке, то поломанное, там не проходит, там не пролазит, это не стирают. Ну, как так можно? И к каждому приди какие-то проблемы. Конечно, хорошие квартиры по знакомым, наверное, переходят из рук в руки. А чужой человек еще и простой. То это очень сложно. Это так кажется тоже. А когда столкнулись, а ой-ой-ой. Дети мне помогают. Они платят за эту же квартиру. И какую-то тысячу мне дадут. А как бы я на свою пенсию? Я не смогу на пенсию. Если раньше подрабатывал, а сейчас нет работы. Сейчас ничего ты не сделаешь. Да, сейчас сложно. Нет, дети у меня хорошие. Никаких кредитов нет. Там писали, кредиты набрали. Нет, никаких кредитов у меня нет. Никогда в жизни не было. Все в порядке, все хорошо. Но жизнь в такие рамки поставила, что у меня нету любовников. У меня нету братьев, сестер. У меня нету родителей. У меня неоткуда просто взять. Неоткуда взять. С мужем мы разбежались. Он очень жадный. Он очень жадный. Ты что? Он бы вот это вот в жизни не дал укусить. Он страшно жадный. Он задолбал своими судами. Даже на Верховный суд Украины подавал. За 30 гривен. Что я бы и не связалась. Я уже не знала, как отвязаться. А не отвяжется отец. Не, он ни за обучение не платил. Ничего. Первую половину учебы надо было платить. Вторую половину учебы, она была на этом. Как она? На бюджете. Хотя, первая половина была положена по оценкам. Ну, там тоже ж, правда, не добьюсь. В общем, все это мы уже прошли. Слава Богу, позади. Теперь я задумалась, что очень так все дорого. В магазин, чтоб ты не пошел, не купил. Я не знаю. Один помидор. Опять сегодня два помидора купила. 30 с чем-то рублей. Ну, это можно. Это просто охренеть. Три яйца, 15. Два помидора, 30. Ну, это просто нереально. Десять раз сходил в магазин, денег нет. Так, я сегодня взяла вот этих вот косточек. Хорошие теперь, мне надолго их хватит. Я их переложу сейчас в контейнер и в холодильник. Они обжаренные. И буду грызть по одной. Они время занимают. Так, буду рада. Поддержите меня лайками, подписками, комментариями. И кто может, какую-то копеечку. Я всем благодарна. Карта в описании. Ой. Сейчас еще чай сделаю. Вкусный чай. Сейчас помою руки. И заварю еще чаю. В общем, Савелий меня рассмешил. Но мамын магазин мне понравился. Мамын магазин есть в чем покопаться. А где бог, футболка в трусах, мы ее в бане. Ну, разобрали люди, разобрали. Да есть же такие, что и нюхают, и любят, и повесят, как картины будут смотреть. Чудаков хватает. Картины там он продает. В общем, кино такое. Все, всем спасибо. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok